Я читаю из книги Ивана Петровича Плет «Капля росы» чтение на каждый день. Он показал превосходство святости над нечестьем, превосходство духовного над физическим. Размышления на книгу «Откровение» Иоанна Богослова, 5 глава, с 1 по 10 стихи. Один из старцев сказал мне, «Не плачь! Вот лев от колена Иудина, корень Давыдов, победил и может раскрыть сию книгу и снять всем печати ее». По-видимому, дело с книгой очень волновало Иоанна, так как он много плакал по этому поводу. Можно понять, что с этой книгой была связана его участь. Один из старцев успокаивает Иоанна, указывая на победу Иисуса Христа, посредством которой он получил право раскрыть эту таинственную книгу. Старец не говорит Иоанну, что не стоит плакать об этом, поскольку это маловажное дело. Нет, он указывает на то, что проблема, связанная с книгой, решена благодаря победе льва из колена Иуды. Иоанн не остался равнодушным, он посмотрел на того, на кого указал ему старец, и увидел не льва, а агнца. Если смотреть на Иисуса Христа, как на борца за победу, то он – лев, сильный и бесстрашный. А если посмотреть на него с человеческой стороны, то он – кроткий агнец, покорный и беззащитный. Господь Иисус не стыдится быть агнцем. Как жертвенный агнец, он взял на себя грех всего мира. Он противопоставил человеческой гордости свое смирение и послушание небесному Отцу. Он не мстил своим врагам и, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, 2 глава, 23 стих. Он победил своей преданностью Богу и упованием на Него. Он показал превосходство святости над нечестием, превосходство духовного над физическим. Победивший агнец принимает в свою победу тех, кто готов идти по его следам. Быть в этом мире беззащитными агнцами, не отвечать злом на зло или ругательством на ругательство. Почему многие христиане не могут жить победной жизнью? Почему они вновь и вновь жалуются, что у них не получается жить так, как учит Священное Писание? Основная причина в том, что многие не согласны на такое смирение, какое было у Христа. Такие христиане не видят, как прекрасен Христос в своей кротости. Им не по душе быть агнцами. Они хотели бы быть львами и гордо возвышаться над окружающими. Однако истинные последователи Христа похожи на Него. Они облекаются всмиренно мудрее. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих.